Я хочу сказать, что это уже у нас такие конференции становятся традицией, и мы сейчас начинаем международную студенческую научную конференцию под названием «Саммиты БРИКС и ШОС в России. Сотрудничество в многополярном мире». Почти месяц назад, 9 сентября, состоялся 13-й саммит БРИКС под председательством Индии. Тема саммита, который прошел в Нью-Дели, был «БРИКС-15. Сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса». Премьер-министр Нарендра Моди выразил признательность за содействие, оказанное партнерами по БРИКС во время председательства Индии в этом году, что позволило реализовать несколько новых инициатив. Первый саммит БРИКС по цифровому здоровью, первое совместное заявление министров стран БРИКС о многосторонних реформах, план действий БРИКС по борьбе с терроризмом, соглашение о сотрудничестве в области спутников дистанционного зондирования Земли, виртуальный центр исследования и разработок вакцин БРИКС и альянс БРИКС по развитию зеленого туризма. Подчеркнув ведущую роль, которую страны БРИКС могут сыграть в восстановлении мировой экономики после завершения пандемии коронавируса, премьер-министр призвал к расширению сотрудничества БРИКС под девизом «Обеспечение устойчивого и инновационного восстановления». Лидеры также обсудили важные региональные и глобальные вопросы, в том числе недавние события в Афганистане. Все партнеры по БРИКС согласились ускорить реализацию плана действий БРИКС по борьбе с терроризмом. По завершении саммита лидеры приняли Нью-Делейскую декларацию. Ну вот, собственно, и мы таким образом начинаем эту нашу конференцию. И я хотел бы предоставить первое слово Вере Ивановне Заботкиной, советнике при ректорате по международной деятельности у руководителя научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий. Пожалуйста, Вера Ивановна, включите микрофон, пожалуйста. Мы вас не слышим. Нет, нету звука. Вроде бы включен микрофон, а не слышно. Да что такое? Может, соединения нет? Нету, нету, нету соединения. Сейчас подключит. Хорошо. Тогда Мария Николаевна. Не видит, что нам ее не слышно. Сейчас, секунду, я не могу понять, что я делаю. А, вот сейчас, погромче сделайте. Да, погромче. Или поближе к микрофону. Так слышно, нет? Да, вот так лучше. А, понятно, микрофон, хорошо. Уважаемые коллеги, так как конференция международная, то я начну с международного обращения. Так что, я хочу сказать, что участвуют ли здесь представители Шосса или Брикса. Я знаю, что участвует посольство Таджикистана. Так ли это? В любом случае... Пока, ну нет, в любом случае, действительно. Ну, в любом случае, это русскоязычный тогда. Я хочу прежде всего выразить благодарность Сан Санчо Столярову и Марии Николаевне Пушковой вот за эту инициативу, за невероятную энергию и энергетику. На прошлой неделе мы проводили великолепные мероприятия совместно с нашими партнерами из Индии. Перевод с русского языка на индийский язык. И уже сейчас, прошла неделя, и очередное мероприятие. Ну, просто невероятная активность, которая потрясает всех в университете. И я хочу выразить благодарность и поздравить с таким успешным функционером и взаимодействием. Я исполняю обязанности проектора по международным связям, будучи советником. И я могу сказать, ни в одном другом университете России нет такой активности, в которых нет центров такого рода. Это международные научно-учебные центры, которые не просто занимаются проведением культурных мероприятий, которые занимаются исследованиями, проводят учебные занятия и плюс к этому еще социально важные культурно-исторические мероприятия. Вот с этого я хочу начать. Ну, а что сказать в отношении важности организации «Штос» и «Брикс»? Уже я слышала, что Александр Александрович ввел у вас курс дела по поводу проведения в 20-м году саммита, где президент Путин призвал к рассмотрению баланса, который необходимо наладить в мировой геополитике. И, конечно, основные вопросы, которые были осмотрены, касались влияния пандемии на решение всех насыщих проблем. И Россия, как вы знаете, очень активно в этом процессе поучаствовала и предложила странам «Штос» воспользоваться нашими юристами и так далее. Но я хотела бы еще сказать, вы знаете, так и неформально. Дамый мой коллега из Великобритании позвонил и сказал, ну, Россия, конечно, сейчас становится такой мощной силой. Мы это все ощущаем, особенно если вы вместе с Китаем и с Индией выступаете. То есть идет речь уже о Бриксе. И, вы знаете, я впервые услышала в голове своего коллеги, лингвиста, вот такое невероятное уважение к России, которое давно не слышала. Поэтому функционирование подобных ассоциаций, я имею в виду, так сказать, международных организаций, как Брикс и ШОС, это очень важно для повышения роли России, для продвижения, так сказать, имиджа России, Ростом мире, ну и для достижения так необходимого нам всем баланса. Ну и хочу еще сказать, вы знаете, конечно, это уже, так сказать, завершение, я хочу сказать, конечно, Брикс – это огромная организация. И недавно у нас был аташе по культуре из Бразилии, вы понимаете, что первая сторона стоит Бразилия, и именно Бразилия, то есть Бразилия стала инициатором создания банка Брикса. Затем, после визита представителя Бразилии, я была приглашена в посольство Бразилии, новый посол, новый посол, который приехал из Бразилии в Россию, вместе с нашим послом, у нас вернулся после 10-ти лет нахождение Бразилии посол Российской Федерации, вы знаете, с таким уважением, с таким вниманием отнесся вот к РГГУ и вообще к России в целом, это было неожиданно, и еще очень важный момент, в этот день приехал представитель правительства Бразилии и парламента, и тот, и другой говорили на блистательном американском английском. Я спросила, что он такой американский английский, я заканчивал ей, сказал он. То есть Бразилия очень сильно сейчас находится под влиянием США, но тем более важно, что они с таким вниманием, с таким уважением, с таким, я бы сказал, поклонением относиться к России. Это важно. Я думаю, что конференция, что пройдет сегодня, с участием таких великолепных спикеров, докладчиков, они будут осуществлять, пройдет, будет пособствовать тому самому диалогу, о котором я всегда говорю, который, знаете, определил наш великий философ и филолог Бахтин. Он сказал, диалог – это не всегда консенсор. Я никакого мастера не вызывал. Диалог – это не всегда консенсус. Диалог – это может быть столкновение мнений. Но только в диалоге можно найти истину. Вот как раз сегодняшняя конференция будет способствовать нахождению истины и то, к чему стремится и УШОС, и БРИКС. Конечно, это нахождение, так сказать, истинной диалоги. И последнее. На базе УШОСа, на базе БРИКСа, организованного университета, сетевой проект, называется УШОС, университет. Во главе стоит университет дружбонародов. И такой же есть проект и по БРИКСу. И цель нашего университета – тоже стать членами этого сетевого проекта. Нас уже пригласили. Сегодня, в этом году будет скоро заседание в Ульяновске. И мы уже будем участвовать тоже в этой обещании. Так, желаю успеха конференции, успешного диалога. И вы должны все понимать, что мы делаем очень важное дело. Это акт научной дипломации. То, что не удается дипломатам, удается ученым. Я желаю всем успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Вера Ивановна. Это очень хорошие новости насчет сетевого университета БРИКС. Но мы продолжаем. Я хотел бы сейчас предоставить слово Марии Николаевны Пушковой, директору центра «Бенелюкс». Добрый день. Это уже, я не помню уже, какая по счету конференция, которую мы вместе проводим с нашими друзьями, партнерами, можно сказать, самыми лучшими из центра Юго-Восточной Азии. И в этом году это знаменательное событие, потому что как раз 20 лет исполняется ШОС и 15 лет БРИКС. Ну, казалось бы, что связывает «Бенелюкс» с такими отдаленными регионами. Но вы знаете, что сейчас после пандемии, особенно, ну и она еще не закончилась, к сожалению, после таких глобальных вызовов, как события в Афганистане, все страны стали гораздо ближе друг к другу. И интерес к Африке со стороны стран «Бенелюкс» также растет, потому что Африка – это неисчерпаемый ресурс и полезных ископаемых. И это очень важный аспект в сохранении климата. И в то же время это проблемы голода, которые необходимо решать, чтобы предотвратить в будущем потоки миграции из-за изменения климата и опустынивания отдельных регионов. То есть наш связывает еще за странами, такими как Южная Африканская Республика, Намибия, Замбия, Гамбия, то, что там распространен наш любимый язык – африканц. Африканц вышел, как вы знаете, из мидерландского языка. ЮАР – это проживают потомки бельгийцев и голландцев, которые прибыли туда почти 400 лет назад. Поэтому со стороны наших студентов очень большой тоже интерес к этому региону. И моя мечта, чтобы когда-то у нас в РГГУ появился язык африканц. Я каждый раз говорю об этом, потому что наши языки близки. И было бы логично, чтобы наши студенты имели возможность в качестве курса, факультатива, но знакомиться с языком африканц. Ну вот, хочу пожелать нам всем успеха. И еще раз спасибо, Александр Александрович, Инди Родилевна, за возможность совместно с вами проводить это мероприятие. Спасибо. Спасибо. Нам тоже очень приятно всегда с вами кооперироваться и проводить мероприятие. Это всегда очень здорово и продуктивно. А сейчас я хотел бы, чтобы несколько слов сказала Моника Раевовна Урб, доцент кафедры африканистики Института стран Азии и Африки МГУ Ломоносова. Моника Раевовна, пожалуйста. Микрофон только включите. Да, простите. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники конференции. Я приветствую вас, так сказать, от лица Института стран Азии и Африки Московского государственного университета и, в частности, кафедры африканистики, где я преподаю как раз-таки язык африканц. Я прежде всего хотела поблагодарить руководство Российского государственного гуманитарного университета, также всех организаторов и, в частности, Марии Николаевны Пушкову, с которой мы очень тесно сотрудничаем, за возможность выступить на такой замечательной платформе и за возможность поделиться своими мнениями, своими докладами нашим студентам, нашим будущим молодым ученым. Я искренне благодарна вам за это. Конечно же, сейчас практически все конференции проходят в непростых условиях, в интерактивном режиме, но, с другой стороны, возможно, это... Есть некоторый плюс в том, что мы можем объединить студентов, то есть охват студентов будет более широкий и привлечь внимание студентов других вузов, также наших коллег. Поэтому, возможно, здесь есть определенный плюс. Мне кажется, что вся та проблематика, которая заявлена на повестке дня, она чрезвычайно актуальна, и, безусловно, обсуждение всех тех проблем, которые заявлены на повестке дня, будут очень полезны для студенческой аудитории и для их дальнейшей научно-исследовательской работы, как мне кажется. И взгляд молодежи на эти проблемы, мне кажется, представляется ценным и тем, что отражает ее отношение к тем изменениям, которые происходят не только у нас, но и в мире. Мне очень отрадно, что в секции, где представлены доклады, в частности, наших студентов, нашего института, есть возможность также обсудить не только общественно-политические, экономические, исторические темы, но также частично затронуть языковые проблемы, что для меня очень близко и отрадно. И благодарю еще раз Марину Николаевну за интерес к языку африканцев. Спасибо большое. Я желаю всем участникам конференции, плодотворной работы, творческой, результативной дискуссии, активности, оптимизма и, конечно же, приобретения дружеских контактов. Спасибо большое за внимание. Спасибо, спасибо, Марина Николаевна. А сейчас, пожалуйста, Алексей Игоревич Захаров, научный сотрудник Департамента международных отношений научно-исследовательского университета Высшей школы экономики и научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Алексей Игоревич, вот, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции. Во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение на это мероприятие. Мне особенно приятно здесь выступить с приветственной речью, поскольку лет назад я сам принимал участие в конференции Паблик СШОС в РГГУ, тогда еще в качестве аспиранта, поэтому я особенно рад, что вот эта традиция проведения такой международной конференции продолжается и развивается. Поэтому большое спасибо за приглашение. Что касается самих форматов БРИКС и ШОС, то мне кажется, что в текущих условиях они не потеряли свои значимости, а только приобретают новые форматы взаимодействия и приобретают новые направления сотрудничества. Что касается БРИКС, мне кажется, что помимо сохранения такого стабильного фокуса внимания к вопросам справедливого участия всех развивающихся стран в финансо-экономической структуре глобального порядка и политической структуре, помимо вопросов разрешения региональных кризисов, традиционных угроз безопасности, таких как проблемы терроризма, у БРИКС, конечно, сейчас возрастает внимание к нетрадиционным угрозам, таким как пандемия. И, как мы видим, несмотря на все сложности и вызовы, объединение продолжает взаимодействовать и находить пути преодоления этих вызовов. Также, мне кажется, важным отметить некоторые точки роста, которые определились за последние годы в рамках взаимодействия БРИКС. Одним из таких является направление сотрудничества в области науки и технологий. И, как мы видим, по результатам последних саммитов, об этом упоминал Александр Александрович, большое внимание уделяется вопросам цифровизации, сотрудничества в сфере инноваций, обменным опытом между учеными, научными группами и реализацией совместных проектов по этим направлениям. По-прежнему остро стоят вопросы экологии. Как мы знаем, многие, точнее некоторые города, стран БРИКС по-прежнему остаются в списке самых загрязненных. Мне кажется, что экологическая повестка продолжит оставаться одной из приоритетных в области взаимодействия стран БРИКС. Ну и, конечно, формат расширяется с точки зрения возможностей культурных обменов, обменов между людьми. И в этом отношении, мне кажется, БРИКС играет особую роль, особенно с точки зрения общения, взаимодействия, обменом идеями между представителями молодежи, стран объединения. Как мы знаем, ШОС, во-первых, является организацией и отличается не только по своей структуре, но и несколько по основным направлениям деятельности. Ну, конечно, в последние два месяца, наверное, основным фокусом деятельности этой организации является Афганистан, и какое-то время он останется он останется таким основным направлением взаимодействия. Мне кажется, что нахождение общих подходов со стороны членов ШОС будет иметь очень важное значение с точки зрения развития и урегулирования афганского кризиса. И здесь, конечно, стоит отметить, что формат развивается и формат расширяется. И соединение к этому формату Ирана будет иметь также важное значение с точки зрения включения всех региональных участников, поскольку все проблемы безопасности и другие вызовы, такие как терроризм, они требуют нахождения общих решений. Ну, также здесь с точки зрения ШОС важно обратить внимание на выход за пределы такой традиционной повестки на необходимость решения задач развития инфраструктуры, инфраструктуры транспортной, логистической, на увеличение экономического сотрудничества между странами BRICS. Как мы знаем, на данный момент, скажем, инфраструктура транспортная не позволяет развивать значительную торговлю, например, стран Центральной Азии с Индией. И эти вопросы также потребуют координации всех участников. Ну и последнее, это также в рамках ШОС на данный момент приобретает актуальность формат инновационного сотрудничества. Как мы знаем, Индия, в частности, выступала с инициативой, и уже эта инициатива была реализована, увеличение взаимодействия между бизнес-сообществами стран ШОС, в частности, по направлению организации саммитов стартапов, где начинающие бизнесмены могли бы обмениваться какими-то инновационными идеями и своими наработками. И, как мне кажется, это тоже важно, поскольку страны-регионы объединяют не только общие проблемы, но и, скажем так, общие устремления, устремление к экономическому развитию и процветанию. И в данном направлении, мне кажется, большие перспективы у организации есть. Мне остается пожелать удачи всем участникам конференции, живых и интересных дискуссий. Еще раз спасибо большое за приглашение. Спасибо. Спасибо, Алексей Игоревич. Ну что же, Мария Николаевна, я вот сейчас у нас последняя Татьяна Игоревна Борисова, но она не подключилась. Вот. Ну, давайте тогда расходимся. Тогда расходимся по секциям. Но вот я хотела спросить, мы же не знаем точное время, когда каждая секция закончит работу, будем ли мы собираться в конце? Или сейчас вот мы расстаемся, а потом уже у нас будет, мы подготовим свою часть отчета. Индера, Деревна, как? Нет, ну мы собирались слушать ваши доклады, здесь. У нас, видите, пришли студенты из разных вузов, в аудитории сидят у нас, и мы не хотели бы, чтобы вы куда-то уходили. То есть это мы... Мы хотели здесь слушать эти доклады, студенты пришли послушать онлайн-доклады. Индера, Деревна, ну тогда мы закончим-то когда, потому что у вас 11 докладов. Давайте мы с вас начнем. С нашей секции. Давайте. У нас девушка из Уфы хотела бы сразу выступить, потому что у нее потом днем самолет. Вот она прилетела в 5 утра и хочет выступить с докладом и уйти, посмотреть город, потому что она первый раз здесь. Да, потому что... Марина Николаевна, простите, пожалуйста, но у меня студенты будут к часу. Мы у нас к часу, да? Да. А, ну тогда... Правильно, да, вот, потому что вот у нас там было заявлено, у них сейчас еще кого-то занятие, да. Да-да-да, совершенно верно. К часу они будут подключаться, да. Подключаться, да, хорошо. Да, обязательно будут, да. Вы можете подключиться к нашей секции. А у вас же, у нас же только одна ссылка, как мы подключимся к вашей секции. У нас эта ссылка... Мы вам дадим свою ссылку на свой Zoom. А у вас своя ссылка, что ли? Да-да-да, на нашу секцию. Ну, вы как-то нас не предупредили. Мы раньше, конечно, оффлайн выступали. Ну, мы расходились по аудиториям. Расходились, да. Да, ну, сейчас, видите, вот наша часть студентов сидят еще, пишут контрольную работу по китайскому языку, не могут подключиться сейчас. Да, у нас тоже. Понимаете, да. Поэтому мы вот так вот рассмотрим. Сейчас вы будете выступать. Давайте девочка сначала, а потом я... Хорошо. Арина Джи, пожалуйста, распределите. Так, тогда мы тогда... Вы уходите, значит, Нидерланды, да? Да-да-да, мы уходим на свою платформу. Но мы вам дадим ссылку, если вы можете... Да, спасибо. ...в любой момент подключиться. Хорошо. Мы не можем из этой ссылки уйти. Вот как-то... А вы не можете вот все выступить в нашей секции? Вот, потому что мы же записи ведем, потом мы делаем видеофильм. Индира Делевна, ну, мы по времени не можем одновременно... Ну, в час дня вы же можете прийти в нашу ссылку сюда? Или вы не можете? Ну, мы сейчас посмотрим, кто у нас... Просто тогда исключается ваша... Ваша африканская секция исключается из нашей записи. Мы не сможем сделать потом видео, понимаете? Секундочку. Ведь, наверное, все-таки Мария Николаевна тоже ведет запись. Вот, и Моника Раева. И мы можем соединить эти записи в одну. Вы пришлете просто в наш протокольный отдел. Конечно, мы все сделаем, естественно. Да, и протокольный отдел это все соединит. Хорошо. Тогда мы начинаем секцию. У нас здесь есть выступающий, Сан Саныч. Спасибо. Мы тогда уходим к нам. Спасибо. Все, да, спасибо. Спасибо. Рад видеть вас всех. Ну что, студенты, разошлись. Давайте тогда... Кто... У меня здесь записано по программе Василина Касаткина, а потом Кристина Черкова. Вы здесь, девочки? Нет, сейчас вот так, да, сидят Кристина. Ну, прекрасно. Здравствуйте. Да, конечно. Так, сейчас, секундочку, мы включим презентацию. Угу, угу, угу. А, здрасте, здрасте. Нет, там вот выглядывает из-за ваших голов еще. У нас нет доступа к просмотру. Да, а можно как-то, чтобы мы могли включить демонстрацию экрана? Да, у нас закрыт доступ к демонстрациям. Я включила. Ага, так, сейчас еще раз попробую. Да. Вот, отлично. Работает. Видно, да? Сейчас, секундочку. Да. Отлично. Да, рада приветствовать всех участников конференции. Меня зовут Черкова Кристина. Меня зовут Василина Касаткина. Мы студентки РГУ. На четвертом курсе из-за рубежного регионоведения изучаем азиатский регион. Поэтому мы очень рады сегодня представлять вам нашу работу «Формальный и реальный инструмент влияния Бридс и Шоттс» на урегулирование региональных конфликтов на премьере недавнего конфликта в Унианре». Давайте, наверное, начнем с того понимания, что есть такое реальные инструменты у ШОС. О том, что такое ШОС и Брикс мы говорить не будем, потому что думаю, что все уже знают об этих организациях. Однако, если коротко, то главная задача ШОС – это борьба против трех зол – экстремизма, терроризма и сепаратизма. Также у ШОС есть обширный устав. Как оно написается? Да, мы будем написать. У ШОС также есть обширный устав. Мы не будем вам говорить о всем этом уставе, но мы выделили некоторые пункты устава, которые отвечают за региональную безопасность. В рамках нашей дискуссии именно о регулировании конфликтов именно эти пункты будут являться для нас особо важными. Именно о тех пунктах, которые вы видите на экране, хотелось бы добавить, что еще одним очень важным пунктом, который тут не вывесен, это скорее не пункт, а лейтмотив всего устава ШОС – это то, что ШОС уважает внутренние дела каждой отдельной страны и суверенитет всех стран. Поэтому, конечно, когда мы говорим о каком-либо вмешательстве или содействии, то ШОС всегда делает акцент на то, что они уважают суверенитет. Теперь перейдем, пожалуй, к Брикс. А, нет, еще остановимся на ШОС. ШОС, можно писать работу ШОС, глядя на организацию и структуру. Вот вы видите здесь секретариат, совещание и так далее. Если посмотреть совещание ШОС, вы можете увидеть, что есть совещание министров обороны МЧС, также совещание министров ТЭК, генеральных прокуроров и так далее. Все эти совещания призваны урегулировать все основные конфликты. То есть у ШОС есть реальные инструменты, реальные организации, которые действительно занимаются тематиками. Вот теперь мы перейдем к Брикс. Главная цель Брикс заключается в обеспечении устойчивого экономического развития и развивании единого пространства. Причем мы говорим не только о каком-то регионе, о пространстве, скорее, всемирном. Брикс географически просто охватывает большую площадь по странам-участницам. И главная цель Брикс – это именно содействие развития экономики и устойчивого развития всего мира. Пожалуйста, следующий слайд. На примере ШОС, как я показываю вам организацию, структуру ШОС, мы также смотрим структуру Брикс. Структура Брикс отражается в рабочих группах. Эти рабочие группы вы видите на экране. Внутри каждой рабочей группы за год проходят несколько совещаний. Они устанавливают цели и в конце года всегда смотрят на проведенную работу. Именно этими рабочими группами определяются все формальные рычаги ШОС. Пожалуйста, следующий слайд. Теперь, наверное, стоит сказать, почему мы взяли именно Мьянму. Казалось бы, Мьянма не ходит ни в ШОС, ни в Брикс. И этот региональный конфликт, по идее, не должен напрямую касаться все эти организации. Но на самом деле это совсем не так. Мы взяли Мьянму, потому что Мьянма находится в регионе Юго-Восточной Азии. ШОС, если прочитать их устав, и вы видели некоторые пункты устава, ШОС выставляет себя как ментор всего региона. И если мы говорим о том, что в ШОС находятся далеко не все страны Юго-Восточной Азии, тем не менее ШОС содействует развитию всех стран Юго-Восточной Азии и борется за региональную безопасность и стабильность. А любой военный конфликт этой стабильности препятствует. Такая нестабильная вещь, как военный конфликт, также препятствует развитию экономики. А за экономическое развитие региона отвечает как раз Брикс. Именно поэтому мы считаем, что на примере Мьянма можно рассмотреть дети на ШОС и Брикс, из-за того, что я могу найти организацию к первому своему коллеге. Да. Как и заявлено было всеми нашей работой, мы хотели, главной целью нашего исследования, сделать сопоставление уставных, формальных каких-то рычагов для воздействия на урегулирование конфликта регионального и сопоставить их с реальными инструментами, которые были использованы или не были использованы при урегулировании этого конфликта военного. Вот. И сейчас мы рассмотрим, что же было сделано на самом деле этим организацией. Что касается Брикс, начнем с Нюхо, Брикс не давал никаких официальных комментариев и никак не вмешивался, по сути, в урегулирование конфликта, однако только на саммите 13-м, который прошел в сентябре вот этого года, в декларации по итогам саммита Брикс поднимает вопрос Мьянмы и дает следующий комментарий. Мы подтверждаем приверженность принципам невмешательства во внутренние дела государств и вновь заявляем о необходимости регулирования всех конфликтов мирным путем посредством политических и дипломатических усилий в соответствии с международным правом, в частности, уставом ООН. Иначе говоря, Брикс обосновывает свое невмешательство приверженностью как раз принципам суверенитета, сохранности территории и невмешательство в политические дела, внутреполитические дела других государств. Кроме того, лидеры стран подчеркнули недопустимость угрозы силы или ее применение как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями и принципами ООН. В декларации также была зафиксирована обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами и насилием в различных регионах мира. Речь идет о ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке в связи с иранской ядерной программой и в том числе в связи с ситуацией в Ампияне. Что касается причин, по которым БРИКС выразил поддержку мирному регулированию этого конфликта, можно назвать следующие несколько причин. Они вынесены на слайд. Первое — это, конечно, стратегическое положение Мьянмы. Поскольку Мьянма находится в коридоре, который связывает Индийские Тихие океаны, то есть страна ограничит непосредственно со странными участницами организации. И вооруженные действия в этом государстве могут дестабилизировать весь регион. Это, естественно, противоречит главным целям, что БРИКС, но БРИКС в первую очередь. Также из-за этого кризиса уже покачнулась опора регионального порядка. Речь идет об организации ОСИАН. И из-за этого вопроса участники раскололись, поскольку они не сошли в сомнениях, как нужно относиться к данной ситуации. В соответствии, например, с принципами, которые зафиксированы в поставе ОСИАН, часть стран, например, Сингапур, Малайзия, они поддержали идею немедленного прекращения насилия и освобождение политических заключенных. То есть они были за определенного рода вмешательство в процесс, чтобы урегулировать конфликт. Например, ряд других государств вроде Вьетнама, Камбоджи, Лоуса, они, наоборот, сделали акцент на другом пункте устава ОСИАН, который выступает именно за невмешательство в дела, внутриполитические дела других государств. И поэтому произошло располнение. Также еще можно сказать о позиции ООН. Она тоже сыграла важную роль, поскольку ООН неоднократно делала заявление о том, что считает происходящие события недопустимыми и призывала к началу мирных переговоров о прощении насилия. Отчасти по этой причине также была выражена поддержка БРИКС. И еще один момент – это религиозные притеснения, поскольку часть стран-участниц, например, Россия конкретно, они выступили за защиту мусульман и выступили против гонений по религиозным причинам. Что касается БРИКС, ой, что касается ШОС, да, конечно, я говорила, на самом деле ШОС не предпринял никаких конкретных действий, и если, например, БРИКС как-то поднял этот вопрос на сайте в своем, то ШОС просто не предпринял никаких реальных действий, вот. И, скорее всего, это также было связано с разногласиями стран по поводу, по позиции касательно этого вопроса, потому что Россия и Китай, оба государства, они заблокировали заявление СовбезоОН о призыве к вмешательству, о призыве к какому-то усиленному такому мирному регулированию конфликта, вот. Вероятно, это тоже были причины, скорее, экономические, вот, а также это могло не соответствовать интересам государств. Когда я говорю про экономические причины, в том числе я говорю о поставке российского оружия в Мене, Россия все это время занималась вот этими поставками, и, вероятно, какое-то мирное урегулирование конфликта, да, очень активное, оно противоречило ее интересам. Китай также был против, только в такой более сдержанной форме, ну, вероятно, это связано еще и с геопатическими последствиями, поскольку Россия находится, да, в другой части, и не граничит никак с Мьяном, и, возможно, Россия поэтому была более, точнее, менее сдержана, когда выражала свое мнение касательно вот этой ситуации. Вот. В заключение мы можем сказать о том, что проанализировав собранную информацию, можно сделать вывод о том, что обе организации не воспользовались инструментами по урегулированию регионального конфликта в полном объеме, в котором они могли бы. Вот. Причинами этого можно назвать отсутствие единого умения о ситуации среди стран-участниц организаций, несоответствие позиции ООН интересов в данном регионе отдельных стран, а также наличие экономических причин, забравших роль в выборе позиции не вмешательства. Также возможно, что БРИКС и ШОС просто ждут окончания годичного периода чрезвычайного положения в Мьянме. Этот период заканчивается, соответственно, 1 февраля 2022 года, и уже по итогам этого периода они, может быть, примут какое-то решение о необходимости вмешательства или, наоборот, о отсутствии необходимости вмешательства в регулировании регионального конфликта в Мьянме. Пожалуй, у нас все. Спасибо за внимание. Мы будем рады вашим вопросам. Спасибо. Вопросы какие? Коллеги, если позволите вопрос. Да, пожалуйста. Слышно ли меня? Хочу поблагодарить вас за такой содержательный доклад. Мой вопрос связан с проблемой Рахинжа в Мьянме. Как известно, этот народ подвергается очень сильным притеснениям, и в 2017 году были, скажем так, масштабные события, связанные с тем, что пришлось им просто бежать из Мьянмы в соседние государства. Как вы считаете, вот эта смена власти, этот военный переворот, который произошел в Мьянме в 2021 году, он каким образом повлияет на урегулирование, на разрешение вопроса с положением Рахинжа, или же никаким образом это на них не отразится? Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Мы, конечно, не знаем о протеснении. Об этом даже не раз говорил ООН. Это весьма животрепещущая такая тема. Насколько я знаю, ООН даже считает протеснение этого народа одной из самых главных проблем в проблемах права человека. И ООН, по-моему, в 2021 году, когда именно был военный переворот, он в своих пресс-релизах писал о том, что для них это большой горе, потому что они получили полную неудачи, неудачи, неудачи прав человека. Пока что говорить рано. Как мы уже и сказали, до 1 февраля будет идти чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение пока что военное правительство, новое правительство не может проводить какие-то серьезные реформации. А все-таки, когда мы говорим про протеснение народов, требуется не только какая-то социальная проработка с населением, как и с угнетаемым, с теми, кто угнетает. Но требуется и ряд действий именно правовых с точки зрения права, требуется введение реформ. Пока что об этом говорить рано, но в целом у ООН есть рычаги для вмешательства, как мы уже сказали. Вмешательство в делам ням был поставлен, Россия и Китаем было поставлено в это. Также есть, конечно же, организация, потому что притеснение любого народа касается мирного существования. Но, как мы видим, как мы рассмотрели уставы всех этих организаций, не всегда выполняется полный функционал, потому что не всегда входит в сферу интереса государства, который этот функционал осуществляет. Надеюсь, мы ответили в ваш вопрос. Спасибо. Как по мне, я могу предположить, что, скорее всего, это может стать фактором, который сыграет в... перемене позиции организации, в том числе, может быть, ООН, в том числе БРИКС, ШОС, в вопросе невмешательства в внутрирегиональный конфликт. Как раз таки, может быть, под предлогом защиты прав человека, если это в какой-то момент перестанет противоречить интересам таких основных стран-участниц, то, может быть, тогда они пересмотрят и, как раз таки, под предлогом защиты прав человека, как-то вмешаются в процессе регулирования конфликта. Ну, это просто мое мнение. Я не претендую на, не знаю, истинность. Просто я предполагаю, что, возможно, будет именно так. Спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Еще вопросы? У меня просто, ну, не то что вдогонку, но так вот, как завершающий вопрос, а к чему там все-таки в Мьянме дело клонится? Потому что вы закончили свой доклад не точкой, а так многоточием. Вот до 1 февраля остается уже не так много времени. И как там, к 1 февраля какая ситуация может образоваться? Да, спасибо вам за вопрос. На самом деле, конфликт в Мьянме требует, наверное, отдельной работы, и это далеко не объясняет. Но можно сказать точно, что с класса конфликта все-таки происходила в феврале-январе прошлого года, когда мы говорим о реакциях Шоссе-Бридс. Реакции, конечно же, были весьма незамедлительны. То есть весной многие страны уже осудили или пережали этот конфликт, и все протесты, они в основном происходили весной или в начале лета. К настоящему моменту о протестах в Мьянме ничего неизвестно, точнее, известно, что нет широких протестов, что остановлена какая-то такая волна, и что сейчас работают именно внутри государства и новое правительство, но тем не менее очень много политзаключенных, заключенных из интеллигенции. То есть проблема остается, просто нет какой-то открытой борьбы в самой стране, поэтому пока что этого все отступились, и есть намного, как думает ООН, по крайней мере, как говорит Брикс на своем 13-м заседании крайним, проблема, которая требует более пристального внимания и более тщательного решения, и что пока что, пока не произошло что-то строго до 1 февраля, я так поняла, что они как-то много оттянули возможности действия касаемо конкретно этого регионального конфликта и занимаются другими делами. Но опять вопрос в том, насколько будут государства настаивать, не настаивать, а, наверное, пролонгировать эту ситуацию с тем, чтобы склонить Мьянму обратно к именно развитию демократического ключа. Если это будет действительно актуально для большинства государств, поскольку сейчас, опять-таки, очень такой скользкий вопрос в плане позиции России и Китая, поскольку я понимаю, что им не очень выгодно, чтобы Мьянма оставалась в таком демократическом ключе развития. Вот, возможно, тут сложно сказать пока что на 100%, как это все повернется в конце концов. Посмотрим вот в феврале следующего года, как это будет развиваться дальше, какие будут заявления, как со стороны отдельных стран, отдельных государств, так и с позиции организации. Да, наверное, еще стоит сказать, если мы говорим конкретно о конфликте Мьян, если рассмотреть карту, мировую карту, где отражена позиция стран касаемо конфликта, то, например, Индия, как участница БРИКС, она обеспокоена, выражает обеспокойство Россия, Китай, а также соседние сменные страны, они либо выбрали позицию интервитета, либо из-за очень такого остраненного беспокойства, то есть они выразили беспокойство скорее из вежливости, чем из реального беспокойства за положение, за ситуацию. Ну и в конце концов, пролонгирование конфликта – это достаточно распространенная в политике вещь, они просто могут заморозить обсуждение этого конфликта, ссылаясь на любые другие обсуждения, и, возможно, даже в феврале мы не знаем развязки. Да, что скорее всего, да, так и будет. Смороз конфликта – это тоже метод политического введения политики. Спасибо, очень интересный доклад, очень интересный. Главное, тему выбрали вы такую тоже так, нетривиальную. Спасибо за направление мыслей. Ну что ж, теперь следующее по программе – это Анастасия Сергеевна Власкина, аспирант кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, коллеги, рада приветствовать вас на конференции. Скажите, слышно ли меня? Я боюсь, что у меня подвисает интернет. Отлично. Темой моего доклада является проблема безопасности центрально-азиатских государств. Центрально-азиатские республики имеют общие угрозы национальной безопасности, к которой мы можем отнести сырьевую направленность экономики, высокую долю сельского хозяйства ВВП этих стран, низкий уровень развития промышленности, высокую степень изношенности производственных мощностей. Безусловно, экономический спад приводит к сокращению рабочих мест, продуцирует такие явления, как безработицу и бедность. Низкий уровень жизни, отсутствие возможностей трудоустройства, а также рост численности населения, и прежде всего это сельского населения, создает в регионе ситуацию социального напряжения, увеличивает конфликтогенность и приобретает форму социальных протестов, как то было, например, в Туркмении, в Кыргызстане, также приводит к вынужденной трудовой миграции, в чем, собственно, уже, что непосредственным образом отражается и на нашей стране. Сдерживающие меры республик по отношению к соседям осложняют трансграничную торговлю и ведут к серьезным экономическим потерям. Для более детального результата ситуации в данном регионе можно выделить несколько направлений угроз национальной безопасности, как для всего региона, так и для каждой из этих стран. Это социально-экономическая сфера, политическая, наркопреступность, терроризм и религиозный экстремизм, экологические проблемы. Но в связи с тем, что эта тема очень обширная, огромная, невозможно ее уложить в один доклад, то она бы, наверное, сосредоточила свое внимание на политической безопасности в данном регионе. Прежде всего, хочется отметить угрозу политической безопасности центрально-азиатских регионов затошевают не только сугубо отдельное государство в данное, весь регион в целом, а также существенным образом отражаются на России, на соседнем Китае, потому что объединение скучает в себя большинство стран Центральной Азии. Соответственно, здесь возникает вопрос о преемственности власти. Если рассмотреть последние события в Кыргызстане, хотя бы взять последние 20 лет, то там произошел не один политический переворот, а кто-то из экспертов называет это и революциями. В частности, это революция 2005 года, 2010 года. И последовавший за этим серьезный межэтнический конфликт на юге Кыргызстана. Также неудачный транзит власти в последних лет привел к тому, что в 2019 году под стражу был взят бывший президент Атамбаев, который пытался мобилизовать своих сторонников против действовавшего тогда президента Женбекова. Выборы осенью 2020 года стали катализатором протестов, которые перешли в массовые беспорядки. Результатом данных событий стало сложение президента Женбекова в себя полномочий, унесение поправок в Конституцию, что по сути является уже переделом власти в республике. И хочется отметить, что так же, как и прежде, в правительстве занимают посты, получают мандаты не сторонники той или иной партии, не члены какой-то партии, а предпочтение отдается членам той или иной региональной, этно-региональной группы. Хочется отметить, что вот, например, в данном случае Юг, который традиционно поддерживал Женбекова, сейчас выступает на стороне выходца с севера Жапарова, который сейчас является президентом. Ряд экспертов полагает, что это сделано как бы благодарно из-за его посредничества в регулировании конфликта 2010 года в городе Ож. Для России эта ситуация, как я уже сказала, опасна тем, что Кыргызстан является членом ОДКБ, Евразийского экономического союза ШОС. Россия выступает на данной территории гарантом безопасности и, безусловно, заинтересована в стабильности как в стране, так и во всем регионе в целом. Далее, если обратиться на ситуацию в Казахстане, то хочется отметить, что на протяжении нескольких лет проходил транзит власти в этой стране, и в 19-м году несменяемый лидер, бессменный лидер Казахстана Нурсулан Назарбаев, он сложил с себя полномочия. При этом он все равно остается лидером нации, он носит этот титул, а также главой Совета безопасности. Выборы были назначены, новые президентские выборы на 2020 год, но были проведены досрочно летом 2019 года, то есть в марте были, если я не ошибаюсь, были сложены полномочия, а летом уже проведены досрочные президентские выборы. Это не первая ситуация проведения досрочных выборов парламентских, президентских. Это, в частности, может быть, например, связано с неким отвлечением внимания от экономических проблем в стране, то есть переключением внимания населения. Однако, ну как бы сейчас преемник Назарбаева, он будет проводить курс своего предшественника, однако по истечению его срока, вот как бы по плану это должно быть в 2024 году, но никто не исключает, что снова будут проведены досрочные выборы президента республики. Ситуация в регионе может поменяться, потому что к власти могут стремиться не только те, кто сейчас там есть, но и, например, сторонники других региональных кланов, региональных группировок. Безусловно, угрозой политической стабильности являются коррупции, межклановые конфликты. Если мы обратимся к Устану в конце 90-х годов, то это серьезная кровопролитная гражданская война, которая длилась на протяжении пяти лет, которая привела к полной смене политической элиты в стране, на смену, получается, долгое время находившейся у власти хадженской элите, которая была сформирована еще во времена Советского Союза, пришли выходцы с юга. Безусловно, серьезной угрозой для данного региона является неурегулированность водных конфликтов. Конфликт возникает из-за того, что ряд государств, это Кыргызстан и Таджикистан, они находятся в верховьях полноводных рек региона, а остальные республики в низовьях, то есть Бишкек и Душамбе получают мощный инструмент влияния и политического манипулирования на своих соседей, что, естественно, вызывает протест и ответные действия со стороны других государств. В частности, перекрываются поставки газа, выбираются железнодорожные пути. Известен случай о том, что когда Таджикистан выразил свое желание возвести одну из самых, точнее, самую большую гидроэлектростанцию в Центральной Азии, Рагунскую ГЭС, кстати, активная фаза ее строительства началась в 2018 году, возобновилась после долгого перерыва. Строительство ее начиналось еще в советский период, а потом в 90-е годы были попытки, но из-за Грештанской войны все это как бы пошло на спад. То Узбекистан здесь предпринимал очень серьезные шаги на то, чтобы не дать своему соседу построить эту ГЭС. В частности, был перекрыт газ, разобранные железнодорожные пути, по которым поставлялись материалы, прекращено авиасообщение. Вот постепенно, уже с конца 2018 года отношения более-менее стабилизировались между странами. Это также связано со сменой власти в Узбекистане. Он из-за авиированности теряет порядка 5 миллиардов долларов. И очень сильно между государствами есть ряд случаев, где границы до сих пор не демаркированы. Когда это будет и будет ли это вообще? Безусловно, переговоры по этому вопросу возобновляются, но ведутся с переменными. В данной сфере является вопрос... Анастасия Сергеевна, я хочу у вас сейчас... Пошли какие-то помехи. Может быть, вы выключите видео, чтобы канал... Оставите только... Да, аудио. Так, а теперь меня слышно? Сейчас лучше, просто вы прерывались очень здорово. Повторите... На каком моменте я пропала? Ох, ну, я не знаю, последние полторы минуты не пропали, нет. А просто вот... Ну, знаете, когда помехи возникают, голос слышно, а что говорит, непонятно. Ну, где-то там пара абзацев. А что последнее вы слышали как бы нормально, при нормальном звуке? Какую мысль? Ну, про то, как разбирались железнодорожные пути, про то, как решались вот с этой Саргунской гидроэлектростанцией там построение плотины. Вот это мы слышали. Вы меня слышите? Рагунская леса. Да, да, да. Да, я вас сейчас слышу. Ну, вот, продолжайте, пожалуйста. Возвращаясь к... Хочется отметить, что по данным ООН, из-за неурегулированности водного вопроса Центральная Азия теряет порядка 1,75 миллиардов долларов. Ну, то есть сумма огромная для региона, для развития региона. Также хочется отметить такое направление, как территориальные споры. Это серьезная угроза для государств Центральной Азии, для их политической стабильности, потому что во многих случаях границы государственные до сих пор не демаркированы. Они не определены. То есть прошло уже 30 лет с момента получения странами независимости, но свои границы они так и не согласовали друг с другом. То есть сохраняются территориальные претензии. Наиболее серьезной проблемой здесь является проблема пяти анклавов на территории Центральной Азии. В частности, таким показательным примером в данной области является то, что на территории Кыргызстана располагаются узбекские анклавы Сох и Шахимардан. И на территории этих анклавов находятся военные подразделения Узбекистана, что в принципе в мировой практике является недопустимым. Но это есть. Безусловно, конфликты в приграничных районах, они происходят чуть ли не ежемесячно. Главы государств подключаются к урегулированию этих конфликтов, подписывают дружественные соглашения, но через какое-то время снова возникают эти вот стычки. И это опасно еще тем, что пограничники задействованы в этих конфликтах. То есть они видят, когда кто-то пытается пересечь границу государства, они предпринимают ответные действия. Так было, например, весной прошлого года на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном, когда пограничники были вовлечены в этот конфликт, главы государств попытались, точнее, они урегулировали этот конфликт, а через несколько месяцев произошел подобный случай. Ну и, конечно же, серьезной проблемой для государств являются притеснения нацменьшинств и этнические конфликты. Как я уже упоминала, произошедший конфликт в городе Ож в 2010 году, Кыргызстан-Узбекский очень серьезно повлиял на межгосударственные отношения и на, в принципе, на безопасность всего этого региона. К слову сказать, это не первое столкновение в этом городе, в этом районе. В 90-м году точно такое же было межэтническое столкновение, которое получило название Ожская резня. И не исключено, что через десяток лет снова страны вернутся к эскалации этого конфликта. Это, конечно, наиболее пессимистичный сценарий, но эта данность от этого уже не уйти. Это все, что я хотела сказать. Есть ли у вас ко мне какие-то вопросы в связи с этим? Сан Саныч, включите, пожалуйста. Микрофон. Извините, пожалуйста. Студенты, задавайте вопросы. Я просто не заметил. У меня вопрос. Вы эту проблему безопасности центрально-азиатских государств рассматриваете с точки зрения внутрирегиональных взаимоотношений? Да. Вот. А внешнерегиональные, в смысле, внешние угрозы вы пока не рассматриваете, да? Я сказала, что еще можно здесь отметить угрозы наркопреступности, терроризма и религиозного экстремизма. Однако, ну, как мне кажется, это уже вопрос отдельного доклада, в том числе и ситуации, меняющейся ситуации в Афганистане, которая в любом случае отрасльится на безопасность региона. От этого никуда не уйти. Ну да, здесь не только Афганистан, но и Суар тоже. Да, да, это большая проблема для Китая. Вот. Ну ладно, нет, так. Так, более-менее. Все хорошо. Вопросы есть? Спасибо. Спасибо, Анастасия Сергеевна. Так, кто дальше? Света Мельникова или вот Адель Багбаова? Кто из вас? Вы обе здесь есть. Да. Сначала буду я, наверное. Сейчас ставлю приспособление. Ну, давайте. Это Света Светлана Витальевна Мельникова, студентка четвертого курса «Борьба Китая с международным терроризмом». Спасибо. Сейчас запущу демонстрацию. Да, да, давайте. Видно? Сейчас, через секунду, да. Все видно. Да, меня зовут Мельникова Светлана, я студентка РГГУ направления азиатские исследования, и моя тема – борьба КНР с международным терроризмом. Ну, как мы все знаем, терроризм сейчас одна из глобальных проблем человечества, и, конечно, Китай не мог обойти эту тему стороной. Для начала вообще рассмотрим, как Китай столкнулся с терроризмом. Вот на слайде перечислены все террористические атаки, которые были в Китае, и как можно заметить их 11 штук за 22 года. В основном это, конечно, были теракты в Суар, и один был только в Кунмине. Половина была направлена на простых жителей, половина на полицейских. Так, дальше. На сайте Великобритании в разделе «Рекомендации для туристов» также написано, что в Китае возможны террористические атаки, риск выше в Сидиам-Уйгурском автономном районе, и предполагается, что они совершены членами исламского движения восточного Туркестана, и британские подданные должны проявлять особую осторожность во время путешествий по Китаю. Поэтому можно сделать заключение, что террористическая угроза для Китая реальна и невыдумана, и последний теракт был в 2014 году у них. И борьба Китая с терроризмом идет в двух направлениях. Первое – это внутри страны и снаружи. Начнем с внутренней борьбы. Как можно заметить, я уже сказала, в 2014 году был последний теракт. Что же случилось после этого, что их не было? А случилось то, что Китай ввел новые законы, и он также сделал новое ведомство, открыл в 2015 году, антитеррористическое агентство и национально-разведывательный центр. У этих центров были очень большие возможности. Так, например, они могли запрашивать информацию, расшифровку данных у провайдеров. Также полицейские могли использовать оружие в чрезвычайных ситуациях. Дальше было запрещено распространение информации о террористической деятельности ее фабрикации, и никто, кроме официальных СМИ, не должен был сообщать или распространять личные данные к террористических работникам, заложникам или ответных действий властей. Это были первые и на сегодняшний момент последние законы КНР против терроризма. Когда законы принимались, власти, конечно, утверждали, что это ни в коей мере вообще не повлияет на широту прав человека в Китае. Но, однако, по сообщениям ООН, сейчас в Синьцзян-Угульском автономном районе запрещено носение хиджабов, учение в религиозных школах и так далее, что Китаем воспринимается и оправдывается как то, что китайская нация должна стремиться к политическому однообразию. Также Китай стремится всеми путями обеспечить безопасность одного пояса, одного пути, который как раз проходит через Суар, ну и, конечно, немножко перегибает палку в этом вопросе. Так вот, по сообщениям ООН, в 2018 году по меньшей мере 3 миллиона этнических уйгурок содержались в лагерях период воспитания. Китай это все, конечно, опровергал. И вот в марте 2021 года, совсем недавно, Европейский Союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против некоторых лиц, ну, отдельных лиц в Китае и некоторых организаций в Китае также за притеснение прав уйгуров. Китай, опять же, это все отрицал, но потом сказал, что это вообще-то личное дело Китая и не нужно никому сюда вмешиваться. И сказал, что лагеря перевоспитания это вообще-то профподготовка, и после их заканчания этим ученикам дается возможность работать и помощь в поиске работы. Это, конечно, никого не убедило. Ну и таким образом, вот борьба внутри Китая с терроризмом не находит широкой поддержки среди общественности. Кроме того, Китай, китайское правительство заявляет, что они широко содействуют международным организациям в борьбе с терроризмом. В основном, это, конечно, ООН и ШОС. Согласно заявлениям китайских представителей, КНР активно поддерживает ведущую и координирующую роль ООН в международном сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, соблюдению Устава ООН и других норм международного права. Как видно на слайде, Китай присоединился ко многим конвенциям ООН по борьбе с терроризмом. Ну и это, конечно, не все. Также Китай является вторым крупнейшим поставщиком военных сил для мероприятий ООН. И также он второй по внесению средств, которые как раз финансируют эти операции. Но, опять же, можно заметить, что когда ООН что-то говорил Китаю, Китай не очень-то его и слушал. Еще одним каналом взаимодействия, как я уже сказала, стал ШОС. Китай также вступил во многие конвенции, договоры и так далее. По этому каналу сотрудничество также плодотворно. Конечно, преобладают всякие конференции, встречи, разговоры. Но вот из последнего можно отметить, это антитеррористические учения совместные по ШОС. И у них была пограничная операция на границе России и Казахстана. Ну, тоже похожее на учения. Что можно сделать? А, по двухстороннему сотрудничеству в области борьбы с терроризмом. Все скудновато. За последнее время в нулевых Китай сотрудничал с Пакистаном, но все закончилось в нулевых. И в 2017 были последние новости о сотрудничестве с США, но и все пока там и закончилось так же. Какие из этого можно сделать выводы? Вывода вообще два. С одной стороны, Китай молодец, потому что он ответственный член мирового сообщества, борется с терроризмом и вкладывает в это достаточно много денег. С другой стороны, Китай не молодец, потому что он прикрывает чрезмерное ущемление прав уйгуров тоже борьбой с терроризмом, что, конечно, было эффективно, но было немножко слишком. И также особо не слушает рекомендации он, хотя и называет он ведущей силой мирового сообщества. У меня на этом все. Еще есть слайд с источниками, на котором очень интересно, но ничего не понятно. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Вопросы есть? А мне интересно, вот эти источники вы все использовали, которые только что показали? Да, да, все. Я просто вставляла ссылки и просто из ссылок потом это все скопировала. Да, 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 да. Тут есть и наши, и да. Да, и Китайское правительство, и правительство Казахстана, и ИОН, и все, все есть. Да, и Кембридж, и да. Ну что, да. Да, хорошо. ИОН. Угу. Ну что, спасибо. 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 Так, теперь Аделя Ильдаровна. Вы здесь? Да, давайте. Второй курс Уфимский государственный нефтяной технический университет. Так, тему доклада вы сейчас нам представите. Да. Да. Видно. Делайте полный экран. Да, отлично. В последние десятилетия развивающие экономики имели гораздо более высокий темп и рост по сравнению с развитой экономикой, что привело к значительному увеличению доли в мировом ВВП международной торговли и в общем объеме прямых иностранных инвестиций и на международных финансовых рынках. Члены БРИКС отличаются значительным региональным влиянием на мировой арене и высоким экономическим потенциалом. Подтверждением этому являются данные МВФ на долю БРИКС мирового ВВП по паритету покупательной способности. Члены БРИКС отличаются значительным региональным влиянием на мировое арене и высоким экономическим потенциалом и, как я уже сказала, что приходится 33% по паритету ВВП покупательной способности. Из данной таблицы мы видим, что за период 2015-2019 года показатели совокупного ВВП продемонстрировали рост на 32%, что выше уровня G7 в два раза. По итогу 2019 года данный показатель достиг значения 47 триллионов долларов США. Наибольшие ВВП покупателей способности среди стран БРИКС отмечаются в Китае, однако наибольший темп роста показателя в течение пяти лет демонстрирует Индия. Россия же находится на третьем месте по рассматриваемым категориям. Совокупная численность населения стран БРИКС в 2019 году составила 3,2 миллиарда человек. Значительный вклад в развитие в рамках БРИКС внес запуск двух финансовых проектов, а именно нового Банка развития. Банк развития является публичным образованием, обладающим международной правосубъективностью. Соглашение об учреждении НБР было артифицировано в 2015 году во время председательства России. Геополитическая цель организации стоит в противостоянии глобальной финансовой системе под контролем США. Что же касается экономических мотивов, то в данном случае в качестве первоочередных целей преследуется помощь экономикам развивающих стран, взаимопомощь представителей объединений и борьба с однополярностью финансовой системы. Уже в 2019 году НБР продемонстрировал внушительные результаты. Было одобрено более 15 миллиардов долларов США для реализации инфраструктур. Также поддержало строительство и реконструкцию 350 мостов в Индии и аэропорта Китая. Установка объективных возобновляемых энергий в совокупности регенерируемой мощности 1500 мегаватт снижения выбросов углекислого газа. В 2020 году выделены внушительные суммы для восстановления экономических систем группы вследствие пандемии коронавируса. Подобные масштабы деятельности позволяют сделать вывод о том, что НБР – эффективно работающий финансовый инструмент. БРИК сотрудничает в вопросе решения проблемы однополярности финансовой системы. Среди особенностей отношения БРИК с другими интеграционными объединениями следует выделить тот факт, что каждый из членов группы является активным участником некоторых из них. Страны представлены на слайде. СААК предполагает возможность взаимовыгодного сотрудничества даже в режиме отхоз с учетом необходимых региональных изменений. Например, линия сотрудничества с ЕАЭС может быть распоряжена по вопросам деларизации, экономики, осуществления совместных разработок в области цифрового пространства и инноваций, электронной торговли, повышения инвестиционного климата стран. К тому же подобное взаимодействие открывает возможность для введения отдельных партнеров интеграционных объединений из периферийных зон. Таким образом, основной ролью БРИКС на финансовой арене является обеспечение долгосрочной независимости стран-участниц по отношению к Западу в вопросах обеспечения валютно-финансовой стабильности, поскольку именно отношения в сфере финансов и кредита представляют собой ядро взаимодействия БРИКС. Также валютно-финансовые интенсивы БРИКС будут осуществляться в рамках кооперации и конкуренции со странами Запада, так как БРИКС является глобальным форматом взаимодействия, отвечая требования прозрачности международных отношений. Однако, чтобы не создавать климат, конкуренция и переделать сфер влияния в рамках исследования. Таким образом, возрастание экономического влияния участников БРИКС обеспечило существенный рост их политического веса и авторитета в международном процессе. При благоприятной международной конъюнктуре и разработке долгосрочных стратегических планов можно рассчитывать на усиление БРИКС на международных процессах и дальнейших расширения формата объединения. Страны уже сейчас являются важными игроками в современных глобальных процессах, которые, очевидно, будут оказывать все большее влияние на основные тенденции мирового развития в финансовом плане нынешнего столетия. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Вопросы? Могу задать вопрос? Да, давайте. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, в более подробности в чале этот момент, какие будущие проекты готовит БРИКС и на что они будут направлены? БРИКС в плане НБР будет создавать единую платежную систему БРИКС Пэй с целью обеспечения стабильности и расчетов инвестиций между странами. БРИКС Пэй с целью обеспечения стабильности и расчетов инвестиций. В 2018 году в связи с целью обеспечения БРИКС пособсуждал эту идею и говорит, что он видит БРИКС как инструмент реализации тех самых, того самого общего экономического пространства, среди банков, среди инвалидных входов и многое другое. Как вы думаете, реально ли БРИКС создать такое общечеловеческое, другое пространство, здесь у них рычаги, действительно ли это возможно? Думаю, что нужно смотреть на устав и будут ли иметь, имеются ли какие-то конфликты между странами БРИКС. Если их нет, то думаю, в ближайшем будущем вполне реально создать единое экономическое пространство с системой БРИКС Пэй. Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо, молодцы. Вот, да, ладно, сейчас, так, а Эльдар Рустамович он здесь, да? У вас еще последний доклад будет, да? А, вот Эльдар Рустамович тут. Хорошо, следующая Мухамедшина. Гульнара Салаватовна, да. Она здесь? Нет, это, по-моему, целый коллектив Уфимского университета, вот этого, которые несколько докладов делают, но, по-моему, это их руководитель. Это надо у Адель Дарны спросить. А, да, 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 это все то же самое. Адель Дарна, подождите, вы скажите, пожалуйста. Вы же, у вас несколько докладов получается, да? Два доклада у них, да. Да, но выступила вот только с одним и больше не будем выступать. А вы больше не будете? Подождите, а вот этот последний, который у вас, современная проблематика полигонов отходов? Вы не будете выступать? Человек, с которым выступала, не смог, к сожалению. Ой, интересный доклад какой, да. Ну ладно, давайте. Так, ну тогда Азамат. Значит, Икшибаев Азамат Салаватович. Да, все верно. Четвертый курс. А вот этот? Ну, в общем, да, давайте. Доброе утро. Все, видно презентацию? Да. Так, секундочку. Так, момент. У нас тут некоторые проблемы. Так, сейчас я презентацию найду, но это затребует некоторого еще времени. Не та была? Да, да, это была старая, а моя новая, она гораздо более лучшая. Сейчас пойдем. Пообщивнее немного. Доброе утро. Спасибо. 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 Я тут посмотрел, и проблема оказалась, похоже, в несовместимости презентаций, потому что это та же презентация, которую я делал вчера, но здесь она почему-то отображается частично. В любом случае, основной материал у меня, конечно, будет проговариваться, так что ничего страшного, я думаю, не будет. Ну, давайте хоть вторую поставьте. Давайте. Так, она правда… Ну, там два слайда всего. Да, я сделал все, что мог. Так, а вот я вам говорил, что надо всегда эти презентации готовить в двух видах. В PPT-X, то есть в PowerPoint и в PDF. Да, вот в PDF у меня нет. Ну, в PDF он везде идет. Так что это вам на будущее. Вы всегда готовьте в двух вариантах. Хорошо. Так, ладно, я, пожалуй, все-таки начну. В начале 2020 года, еще до 12-го саммита BRICS, отношения между Китаем и Россией вступали в новую фазу, причиной которой, разумеется, являлась надвигающаяся пандемия. Так. Да, вот здесь у меня, конечно, пустой слайд, но там была хронология, которую я сейчас освещу. То есть в конце января между Китаем и Россией уже была закрыта граница. В конце января какого года? 2020-го. В конце января была закрыта граница между Китаем и Россией. И в этот же день Владимир Путин послал телеграмму председателю КНРС Циньпиню, который поддерживал усилия Китая в борьбе против последствий коронавирусной инфекции. 3-го, 4-го февраля из Китая были эвакуированы граждане России, которые желали вернуться на родину. А с 20-го февраля был введен запрет на въезд в Россию китайских граждан. Чуть больше, чем через месяц, 28-го марта, Китай предпринял такие же меры, запретив иностранцам въезжать на территорию Китая. Но там тоже имелись некие проблемы. И в этот период около 80 китайских граждан были депортированы из России за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что вызвало в самом Китае бурный резонанс и на что китайский МИД отреагировал словами «Законные права и интересы граждан России в Китае и граждан Китая в России должны быть обеспечены, включая защиту их здоровья и безопасности, а также оказание своей временной помощи тем, кто в ней нуждается». В апреле между Путиным и Циньпинем состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию, что для борьбы с новой угрозой нужна взаимная поддержка, которая будет лишним свидетельством стратегического китайско-российского сотрудничества. Обсуждался вопрос обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты. В этот период, то есть до апреля 2020 года, и китайские и российские СМИ демонстрировали полную взаимную поддержку во время пандемии. Что случилось уже позже? Позже РФ отправила в провинцию Ухань 23 тонны гуманитарной помощи, в которую входили медицинские маски, перчатки, защитные очки, спецодежда и другое. Уже в апреле, когда вспышка эпидемии проявилась и в России, Китай направил в Россию уже свою партию медицинской помощи, и 20 апреля Путин заявил, что Россия получила 150 миллионов масок из Китая. 12-й саммит БРИКС, который из-за эпидемии COVID-19 был перенесен с июля на ноябрь 2020 года, проходил в формате видеоконференции. На этом саммите председательствовала Россия. Приоритеты председательства России были сосредоточены на трех направлениях. Это укрепление многосторонности и продвижение общих интересов стран-участниц БРИКС на международной арене. Это финансовое сотрудничество между государствами и их социокультурное сотрудничество и контакты между людьми. На этом саммите обсуждались вопросы региональной безопасности. Затрагивалась ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также Путин подчеркнул, что к этому моменту ситуация на Горном Карабахе утихомирилась и находится под полным контролем. Была затронута тема международного терроризма, наркотрафика и киберпреступности. Но, разумеется, одной из центральных тем саммита была коронавирусная пандемия. И Путин оценил действия участников саммита по борьбе с COVID-19 как оперативные, напомнив, что еще 5 лет назад в 2015 году все участники договорились совместно работать по противодействию новых инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусов нового типа. И российский лидер подчеркнул, что именно это позволило создать некую систему, ранил предупреждение эпидемии и значительно сократить возможные потери. Также был отдельно рассмотрен опыт КНР, который к этому моменту официально уже значительно снизил масштабы эпидемии в стране. И Путин подчеркнул, что китайский пример заслуживает поощрения и является хорошим примером для других стран. В специальном заявлении подчеркивается, что все страны БРИДС привержены совместной работе, чтобы как можно скорее взять под контроль эпидемию COVID-19. И в заявлении также отмечалось небезосновательно, что в данный период нужно избегать дискриминации и чрезмерной реакции на COVID-19. В частности, у этого были причины, так как в первом полугодии 2020 года из-за коронавируса начал наблюдаться резкий рост сенофобии. Отдельное внимание было уделено и вопросу производства препаратов, в частности, открытие на территории Китая и Индии центров по производству вакцины «Спутник Виа». По предложению Си Цзиньпиня российский лидер согласился провести симпозиум БРИДС в июне 2020 года, который был посвящен традиционной медицине. И как итог, после саммита были приняты три документа. Это Московская декларация, в которой делался реверанс в сторону 2020 года, как года 75-летия победы во второй мировой войне, как направление на усиление связи с ООН и как продолжающийся курс по объединению усилий, в том числе на фоне коронавирусной эпидемии. Это стратегия экономического партнерства БРИДС на период от 2025 года, и это антитеррористическая стратегия БРИДС. Вот. Это все. Вот список источников. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Такой доклад с перспективой, что называется. Какие вопросы? Да, надеюсь, я там никого не перебила вонлайд, но я с вами никого созываю. Как мы работали в своей работе, работа БРИДС может быть представлена комитетами, которые постоянно работают в БРИДС. Один из комитетов – это комитет здравоохранения. И как раз в время пандемии в 19-1930 году у очень многих стран возникали вопросы, стран, которые не входят в БРИДС, возникали вопросы. Например, у МАОС, Рианы и вообще, в принципе, стран Восточной Азии. Почему бы БРИДС не объявили свои усилия и начать проводить их вакцины совместно, а не пытаться в рамках внутри государства разрабатывать вакцину? Если БРИДС радует за экономическое планомерное развитие всего мира, у них есть комитет здравоохранения, который как раз начинается, чтобы это здравоохранение существовалось везде. Страны же выбрали личную выгоду и личную гонку за вакциной, чтобы потом ее успешно продавать или наоборот обменять на какие-то, ну, тематические поинты, будем говорить так. Почему не была попытка разработки вакцины внутри БРИДС? На самом деле, это очень хорошее предложение, и я согласен, что в теории этот путь гораздо эффективнее и выгоднее, потому что такая операция усилий в работе над вакциной гораздо ускорила бы ее процесс. Но, как уже было сказано, да, все лидеры стран БРИДС заявляли о том, что создание вакцины и в таких условиях не должно превращаться в какую-то условную технологическую и медицинскую гонку. С которой должен выйти какой-то победитель. Но проблема, на мой взгляд, проблема еще заключалась в том, что БРИДС охватывает страны с слишком различными геополитическими целями. То есть, понятно, что она охватывает фактически и Южную Америку, и Африку, и Азию, и Европу. И у России, разумеется, была своя цель. У России была цель первой – создать вакцину. У Китая была совершенно другая цель. У Китая была идея создать свою же вакцину, чтобы лишний раз подтвердить, что, мол, да, это случилось в Китае, но, смотрите, мы сделали вакцину, так что мы держим все под контролем. А если у вас не все под контролем, это уже ваши проблемы. И в этот момент, мне кажется, все эти идеи были отложены на дальний план по совместной вакцине. А потом, когда уже проявились очевидные лидеры, когда уже была создана вакцина в Европе, и в России, и в Китае, мы начали, конкретно Россия начала продавать поставками в Бразилию, в Южную Африку. И потом уже заявлял, что именно эта цель была оговорена заранее. То есть, да, это, якобы совместный проект, но все равно в этом проекте реминирует Россию. То есть, условно, БРИКС в кризисные моменты отходит из начальных людей и не работает уже никак, то есть, на родные организации, которые везде, но они должны были осуществлять эту милингитарную помощь и это развитие, ну, поиск формул вакцины внутри БРИКСа по-хорошему, а в кризисных моментах, то есть, в кризисный момент этот устав, он не показывает себя рабочим, то есть, у них проблемы уставные какие-то и проблемы амбитии, верно? Да, но по моему личному мнению, мне кажется, что эта проблема, которая настигла многих в 2020 году, это был кризис незавершенности. То есть, мне кажется, этот пункт не был оформлен полностью, то есть, не только на бумаге, но и на делах, на действиях. Как минимум, мне кажется, создание в 2015 году некого фонда в таких ситуациях было явно недостаточно, и мне кажется, да, если бы условно пандемия случилась позже, мне кажется, действия были бы приняты более активно. Но это мое. Спасибо большое. Да, спасибо. И вопрос хороший, и да, и ответ тоже. Но я говорю, это вам тема на перспективу. То есть, вы ее, я надеюсь, не будете бросать, потому что пандемия еще не закончена, и, собственно, все оценки, которые делаются сейчас, они носят предварительный характер. Да, это так. Спасибо, Азамат. Пожалуйста. Так, теперь Бегжанов Султан Бегжанович. Первый курс магистратуры, юридический институт, международное право, РДН. Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые участники. Да, добрый день. Были отличные презентации выступающих до меня. Я же представляю еще и страну, как Киргизия. Моя тема доклада называется «Взаимоотношения государств в период пандемии COVID-19». Мы стали свидетелями и участниками того, как из-за коронавируса COVID-19 мир перезагрузился и вышел на совсем новый уровень онлайн-медиа пространства и коммуникации. За последние полтора года мир подвергся резким изменениям. Изменения коснулись, во-первых, способов взаимоотношений между людьми. Люди стали больше общаться друг с другом через социальные сети, приложения для конференций, как мы сейчас, видео-встречи и так далее. Коснулись такие изменения не только простых людей, так скажем, а еще и порядка взаимоотношений и способов общения между государствами. Из-за ограничений COVID-19 стал широко применяться онлайн-формат на встречах представителей разных государств, что раньше вообще невозможно было и представить себе. Например, президент Крыгской республики Садар Джапаров и президент Российской Федерации Владимир Путин вместе присутствовали на открытии золоторудного месторождения Джейруй, который расположен в Таласской области, в Кыргызстане. Президент Кыргызстана Садар Джапаров, он присутствовал очно, был на месте, президент Российской Федерации, он подключился через видеозвонок и таким образом присутствовал онлайн, присоединившись к церемониям. Какие же вызовы и угрозы возникли для государств вместе с коронавирусом? Отвечая на этот вопрос, хотелось бы обратить внимание на то, что вызовы и угрозы – это возможность предотвратить военные конфликты до того, как они станут реальной проблемой. Возникли угрозы, во-первых, информационных войн между разными государствами. Угрозы по нехватке продовольственных товаров и продуктов питания из-за закрытых границ, ведь не все продукты питания являются от отечественных производителей. Угрозы по спаду экономических стран, экономик стран, из-за невозможности пересечения границ государств. Самая большая угроза – это угроза конфликта между государствами за природные ресурсы. Какие же вызовы предстоит государствам пройти в эти дни? Это государствам необходимо урегулировать порядок пересечения государственных границ соседями, чтобы экономика стран резко не упала. Во-вторых, надо государствам вести диалог на языке дружбы и не вести антипропагандскую деятельность против какого-либо государства. В-третьих странах необходимо улучшить средства коммуникации между собой. А самое главное – надо двигаться на пути к глобализации и быть открытым для решения совместных задач государств по экологии, по военной безопасности и по другим вопросам. У меня все. Спасибо. Спасибо. Молодец. Какие вопросы? В отношениях государств БРИКС в период пандемии. Ну, хорошо. Индира Аделевна, вы подключились? Нет? Да. Вот. Давайте, Арин. Сейчас компьютеры. Да, да. У нас, по идее, по-моему, сейчас перерыв должен быть. Думаю, уже закончили вообще-то. Ну да, первая сеть. Поэтому давайте демонстрацию арт-дизайна и, собственно, будем завершать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сердце, которое начнется в час, на нее как можно попасть? Нет, вы звоните, пожалуйста, Марии Николаевне. Они параллельно с нами в своем чате идут. Но они ждут присоединения в 13 часов или, ну вот где-то в это время студентов, которые были на лекциях. Так, звоните, пожалуйста, Марии Николаевне или... Скажите, а если у меня нет номера Марии Николаевны, как мне ее найти? А у вас... А Моника Райвовна есть? Моника Райвовна есть. Вот ей тоже звоните. Хорошо, спасибо большое. Так, тогда мы сначала, наверное, покажем плакаты про индийские заповедники. Да, хорошо. Эти плакаты у нас делали студенты учебно-научного центра Art Design. Плакаты посвящены заповедникам Индии. И, например, на левом плакате вы видите национальный парк Рахтамбур, который является одним из крупнейших национальных парков северо-западной Индии. Расположен он в штате Ржазхан. А также справа представлен национальный парк Пирия, который основан в 1982 году. На этих двух плакатах вы видите немного другой вид графики. И на левом плакате национальный парк Панхавгарх. На правом так называемая долина цветов, в которой представлено более 500 видов растений. Долина действительно очень красивая. Все эти плакаты были созданы. И здесь представлена уникальная графика, которую создавали сами студенты. Справа также представлен плакат «Долина цветов», национальный парк «Долина цветов». Он выполнен уже немножко в другом стиле. Слева уже представлен плакат национального заповедника «Иданта-Гал». Это заповедник птиц. И заповедник просирается вдоль озера «Иданта-Гал», поэтому, собственно, он так и назван. Он был основан в 1658 году. И в нем насчитывается где-то примерно 40 тысяч птиц, видов птиц. На этих двух плакатов представлен один из национальных заповедников, тигриных заповедников Сундарбанс. На правом же плакате представлен заповедник Кеаладео, который является национальным парком в округе Бхаратпур на востоке индийского штата Рожазхан. И ранее он был известен как птичий заповедник в Бхаратпур. А слева это Бенгалия была? Слева, да, это Бенгалия. Где, собственно, парк является национальным парком, где представлены бенгальские тигры, как показано на самом плакате. Слева тоже тигриный заповедник Бандипур. А справа вы видите национальный парк, гирский национальный парк, где представлено 38 видов млекопитающих, 37 видов рептилий, 300 видов птиц и 2000 видов насекомых. Этот гирский заповедник, гирский лес по-другому, является одним из самых важных заповедников Азии, который находится на севере Индии. Вот еще два плаката, которые выполнены в похожем стиле. Это Тодоба Анхари Тайгер Резерв и, опять же, Ратамбур Нейшнел Парк. И последний парк и плакат, про который хотелось бы рассказать, это Равикулан Нейшнел Парк, который находится на территории южного индийского штата Керала. И тут встречаются уникальные животные под названием «Илгирийский тар», который представлен на плакате собственном. На этом у нас с индийскими заповедниками все. Далее у нас идут российские заповедники. Сейчас одну минуту, я их включу. Видно? Да. Так, российских заповедников, плакатов с российскими заповедниками у нас немножечко больше, чем индийских. И они тоже отличаются уникальными изображениями, уникальными животными. Студенты долгое время работали над этими плакатами. Здесь вы видите два плаката, которые посвящены национальному парку Ергаки, который по-другому называется еще «Скальное царство». и «Сердце парка» — это горный массив Ергаки. Собственно, он назван в честь этого горного массива. Далее у нас идет довольно известный национальный парк «Куршская коса». здесь вы также можете видеть виды этого парка, те животные, которые представлены в этом парке, тех животных, которые представлены в этом парке. И протяженность «Куршских дюн» национального парка составляет 98 километров. Общее число видов нарекопитающих и птиц — 308. И общее количество разных растений — 884. Следующий парк — это Путаранский государственный природный заповедник. который богат на склоны и долины, реки, озера. Там очень богатая флора и фауна. Справа вы можете видеть характеристики этого парка. И заповедник в 2010 году получил признание ЮНЕСКО и стал памятником всемирного наследия. Куршский государственный заповедник. Там примерно 49 птиц и 15 видов животных, которые занесены в Красную книгу Камчатского края. Вы также можете видеть здесь карту, скажем так, интерактивную карту, на которых также представлены различные виды как растений, так и животных. Следующий парк находится в Москве. Это парк Лосиный остров, который находится в... Ну, растирается на довольно большой территории в Восточном административном округе. 80% парка занимает лес и 62% приходится на лиственные деревья. На территории парка представлено более тысячи видов растений. Национальный парк достаточно богат на флору и фауну. Насчитывает более 200 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные. Это, например, орлан-белохвост и белая лазаревка. Это Бергузинский государственный природный биосферный заповедник. Считается самым первым заповедником в России. И он был основан 11 января 1916 года. Он расположен вдоль самого глубокого и чистого озера России Байкал. И он считается одним из самых излюбленных мест для посещения среди туристов. Крымский природный заповедник. Здесь вы также можете видеть прекрасные виды. Те животные, которые представлены в этом заповеднике, такие как ласка, черный аист, рыжая лисица. Следующий заповедник по разнообразию богатства мира животных национальный парк Юг-2 находится на первом месте в республике Коми. И ценность животного мира в заповеднике Юг-2 заключается в уникальной естественной среде их обитания, которая сохранилась на территории парка. И парк считается одним из самых больших национальных парков вообще России. Его площадь составляет около 2 миллионов. Следующий парк – это национальный парк Беренгия. И национальный парк Беренгия – это самая восточная, особо охраняемая природная территория в России. Он расположен на стыке двух материков – Евразии и Северной Америки, двух океанов – Тифово и Серверо-Ледовитово. И крайне восточная точка материка – это мыс Дежнёва находится как раз-таки на территории парка. Следующий парк – это тоже особо охраняемая природная территория. И геопарк располагается на территории Ульяновской области около Куйбышевского водохранилища. Это один из алтайских парков, алтайский природный биосферный заповедник. С ним связано довольно много легенд. Одну из них вы как раз-таки можете прочитать на левом, она представлена на левом плакате. И среди 68 млекопитающих заповедника два вида занесены в Международную Красную книгу. Это Снежный барс и Алтайский горный баран. Следующий парк – это земля леопарда. Это тоже национальный парк. Парк имеет федеральное значение. И по многообразию растительного и животного мир занимает место в первом ряду охраняемых природных территорий региона. И, естественно, главный представитель этого парка, которому он и посвящен, – это леопард, который вы тоже можете видеть на левом плакате. Красноярские столбы, также национальный парк. И последний парк – это Самарская лука. Это тоже уникальный, один из уникальныхших парков. Основан он был 28 апреля 1984 года. Расположен, как вы поняли, в Самарской области. Справа вы также можете видеть представителей животного мира. На этом у нас все. Спасибо. Ну что же, подводим итоги. Кто что хочет сказать? Спасибо. Наверное, я за всей нашей группы, всех выступающих, выражу огромное благодарность за проведение такого мероприятия, как эта конференция. Мы были очень рады познакомиться со специалистами из смежных областей, а также услышать новое для себя мнение касаемо Шоссе-Брикс, которое мы рассматриваем на нашем факультете. Мы очень рады здесь видеть людей из других вузов, из других городов. Надеемся, что эта конференция поможет нам в будущем накопить наши связи. Спасибо. Спасибо. Я тоже присоединяюсь к этому высказыванию. Я считаю, что тон конференции был... А, вы тоже хотите сказать, да? Султан. Да, поддерживаю своих коллег. Было очень интересно и познавательно. Все отлично выступили. Надеюсь, продолжим в таком же духе. Да, спасибо. Хочу сказать, что вот планка была задана первым докладом, очень интересным и достаточно такой с необычным ракурсом. И поэтому все доклады дальнейшие были выдержаны, но в таком глубоком и хорошем духе. И я думаю, что вы готовьте, пожалуйста, свои сообщения. Мы их будем либо отдельно пытаться опубликовать, либо будем готовить для академических изданий. Ну вот, собственно, поскольку действительно, на мой взгляд, это уже показан другой уровень освоения той темы, которую вы избрали. То есть вы вполне вот студенты четвертого курса это уже вышли на уровень самостоятельного исследования. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Я хочу тоже сказать, у нас вот здесь в чате секция вторая прислала нам ссылку. Если вы хотите подключить, пожалуйста, вы скопируйте эту ссылку. Здесь она у нас в чате есть. Вот. И в час дня значит, студенты, изучающие язык африканц, значит, будут рассказывать свои доклады по ЮАР и связи Китая и Нидерланды, Китай и ЮАР. Тоже очень интересные доклады. Они как раз выйдут, это МГУ, они как раз у них сейчас перерыв, потом в час дня они подключатся. Ссылку они нам прислали. Вот. Ну, на этом мы заканчиваем, да, Сан Саныч? Спасибо. Спасибо всем. Да, мы переходим через полчаса сейчас кофе-брейк, переходим на секцию 2. Вот, ссылка у нас вот здесь вот есть, пожалуйста, скопируйте ее. И потому что сейчас мы выйдем из этой конференции и уже будем заходить в ту. Спасибо большое всем участникам. Спасибо. Тем, кто к нам пришли, гость из других вузов из Петербурга. Анастасия, спасибо большое вам за доклад. Очень интересный был доклад у вас. Вот, понравилось нам очень, да, услышали много нового, интересного. Также понравился доклад и представители группы студентов и преподавателей из Уфы. Вот, вам большое спасибо из магистрат из РУДН. Я вас фотографировала. Значит, следите за нашим сайтом РГГУ. Там в новостях обязательно будет новость. Девушка приходила из пресс-центра, из института масс-медиа. Они делают репортаж. Каждый месяц у нас есть видео, репортажные видео, они тоже у нас вот, мы отслеживаем их ролики и мы в соцсетях сделаем отчет завтра на Фейсбуке и на нашем сайте РГГУ и нашего центра Азии. Ну, в общем, если вы назовете нашу конференцию, вы увидите отчет и фотографии и отчет о ваших выступлениях. Спасибо большое. Васильевич, вам большое спасибо. До свидания. Я хочу сказать, что я вас призываю и в дальнейшем не порывать с нами связи, участвовать, потому что мы, эта конференция не последняя и далеко не последняя и в следующем году мы будем проводить такие же конференции, поэтому, пожалуйста, это уже шестая по счету конференция, в таком ограниченном формате из-за ковида. Вера Ивановна, вы не хотите что-нибудь сказать? сказать благодарность вам. Я не смогла слушать все доклады, но то, что я слушала, очень впечатляет. Спасибо, Илья Ивановна, спасибо, Илья Ивановна. Спасибо вам. На самом деле замечательная организация и то, что вы смогли за неделю фактически вести себя после той гигиозной конференции в Индии, масштабной конференции, смогли эту конференцию привести. Мы просто благодарны с самого комплимента. Моя благодарность от имени ректората, и студентам благодарны, с большим интересом последствия в этом докладе. на самом деле у России есть будущее, у России есть будущее. Успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Вера Ивановна. Все, мы выходим. Вера Ивановна. у нас в чате да, добрый день, вы, наверное, в секции африканц, да? Включите, пожалуйста. не открыл. Ну, скажи, по-африканцам другая секция. А не другая секция. Мы завершаем в этой секции. У нас в чате ссылка на эту секцию, смотрите. Идите туда. Идемте сюда. Идемте сюда. Да, конечно, конечно. Спасибо. Вы знаете, иначе не будут не поставить на сайт без маски. Понимаете? То есть, спасибо. Улыбаемся. Все, я выхожу.